Всем привет друзья, с вами Арти и сегодня мы поговорим об объектах на карте завоевания. Почему мы об этом будем говорить? Потому что очень-очень много вопросов задают на трансляциях, пишут в ВК, пишут в сообщениях, пишут в комментариях и так далее и тому подобное. Очень много вопросов по поводу объектов на этой самой карте. Поэтому мы сейчас все это рассмотрим, не так подробно как могли бы, но максимально коротко и понятно, чтобы вам было легче потом понять, что делать с этими объектами. Тотем Ку. Тотем расположен за огненным великаном, возле среднего входа на соло линию. Это нейтральная постройка, а не монстр. Пока активен тотем, команда первая, нанесшая ему достаточно урона, получит усиление для областей возле башень. Дружественные боги в этих областях получат следующее. Плюс 5% скорости передвижения, плюс 25 маны регена, плюс 25 золотых для каждого союзника. Если бог покинет область, усиление продлится 10 секунд. Всего усиление длятся 1 минуту. Появляется же тотем на первой минуте. Если игроки забрали тотем, он вновь появится на карте через 1 минуту. Исчезает через 15 минут. Далее поговорим о фуриях. Их у нас теперь 3. Одна стандартная, которая появляется всегда первая, это золотая фурия. Вторая это онифурия. Третья это первобытная фурия. Онифурия даст нам следующее. Для следующей волны миньонов на всех трех линиях. Плюс 75% бонусного урона, плюс 30% бонусного здоровья, плюс 50 к физической защите, плюс 60 к магической защите. Первобытная же фурия даст нам следующее. Плюс 5% к урону лагерям усиления и монстрам для всех членов команды. Эффект суммируется до 3 раз. Эти фурии приносят меньше золота, чем стандартная. Но команда сразившая их получит уникальные бонусы, которые я описал выше. Убийство этих фурий приносит столько же опыта, сколько убийство стандартной. Также около места, где обитают фурии, есть 2 сильных миньона, оракулы. Убийство оракула принесет вам не только опыты золота, но и подобие варда, установленного на точку появления фурий. Про огненного же гиганта говорить мы не будем, так как он был все сезоны с нами и особых изменений у него не было. Кроме того, что ему вернули имповые лавовые бассейны. Но расскажу вам о сильнейшем миньоне, о пираманте. Стоит он напротив гиганта. Убийство его принесет команде помимо золота и опыта редкие бонусы, а именно, именно баф для фонтана на 90 секунд. То есть после выхода с фонтана игроки получают плюс в 40% скорости передвижения в течении 15 секунд. Вступая в бой, этот баф немедленно снимается. Ну а на этом, собственно, мой маленький ролик заканчивается. Прошу его не называть гайдом, ибо это не гайд, а просто информация. Информация в основном для новеньких. Почему не гайд, могу в двух словах объяснить. То есть те цифры, которые я вам назвал, могут быть актуальны во время записи гайда. Но завтра выйдет какой-нибудь патч, который эти цифры изменит. Изменит какую-то механику этого объекта. И, собственно, все. Этот гайд уже будет неактуальным. Поэтому это видео просто несет информационный характер. Просто рассказать вам об объектах, об объектах шестого сезона на карте завоевания. Если тебе понравилось и тебе это помогло, поставь лайк. А если ты считаешь, что я сказал что-то неверно, поставь дизлайк. Напиши свое мнение в комментарии. Ну а я вас, как обычно, всех обнял. Жду вас в следующих роликах. Пока. Субтитры подогнал «Симон»